Все шло к тому самому, и когда это до этого практически уже дошло, он сказал Иди сюда, Радёк! Я буду играть в смешарики, то, что, сука, надо отдохнуть, игра серьезная, надо отдохать. Все хотят смешарики, и я хочу смешарики. Я не пойду против воли зяблов, я буду играть в то, что нравится зяблов. Смешарики, все. Надо уже дофиналить, потому что там осталось немножко пацки, да. Так, тут должна быть книжка, мне сказали. А он ее, типа, не оставил, у меня игра забаговалась, я так понимаю. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу. В смысле, заново? А как я могу заново проходить? Полностью игру, что ли, заново? Нельзя так. Тут нельзя заново проходить. Ну как, чел? Да я не знаю, что делать. Он должен, типа, блокнот оставить. У меня остался будильник и ведро с краской. Потыкав все дела из-за ежика, то я тыкал, блин. Сегодня у нас день изобретателя. Так-так-так, у нас не работает счетчик времени. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком. Для того, чтобы жители других миров не испугались. Скорее всего, игра забаговалась. Тут книжку он должен такую оставить. Записную, куда записывать. Это какая-то казуальщина. Главнее конфет может быть только подвиг, который совершается ради прекрасной дамы. Подвиг будет тогда, когда дашь пизду. Все. Мужчина делает бомби и только после секса. Тут нету сохранения. А в главном меню есть... Да ладно, ну-ка. Смотри. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя, по специальной ссылочке снизу, она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й, последний квест операции, ты получишь гарантированный, бесплатный нож. Операция продлится всю весну, прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ты походу в натуре родился в Чернобыльском реакторе. Игра эта не твоя. Игра для детей не можешь пройти. Твое это с батуа вместе голыми снимай. Ты дал мою бассейн. Сейчас как раз сезон. Зови его обратно. Игра тупит, ты лох плюс тёлка. Заткнись. А, вот, смотри. Вот у меня лейка. Сейчас надо полить кактус. В лейке нет воды. А, за водичкой она. На верёвок. Ломали. А, фен у неё взять. Цветущий кактус будет красиво смотреться у тебя в домике. Спасибо. А это тебе подарок. Опа, смотри. Работаем. Боже, как подпёрнуто, а. Хладенько. Сушим самые маленькие капельки феном. Винь. Учитесь, ребята, играть нормально, профессионально. Пацаны, проверяйте, он походу второй вкладкой. Я думаю. Где-то дает прохождение, открыл и поглядывает одним глазом. Ты долбай. Надо очень высоко кинуть мячик, чтобы попасть в дверь. Отличный бросок. Феноменально. На пять с плюсом. Ага. Я, кстати, каркара чесечу. Так-так-так. У нас не работает счётчик времени. Испортилась приёмная антенна. И не работает монитор отображения параллельных миров. А что надо сделать? Будем проводить эксперимент. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу. И украсим бантиком. Для того, чтобы жители других миров не испугались. О, смотри. Тыква будем использовать... Смотри. Да. Записка от Пина о том, какие предметы ему надо принести для починки машины перемещения. А куда теперь эту записку? А куда? О! Карыч, Пин приземлился. И теперь чинит машину перемещения. Это хорошие новости. Интересно. И что же надо для починки машины перемещения? Для починки машины перемещения нам понадобится зеркало. Высто, ты дебил. Зеркало? Настоящего артиста в гримёрной всегда должно быть зеркало. Но если у меня будет моя фотография, то я могу отдать вам зеркало. Изи, бро. Фотография готова. Великолепно. А зеркало? Довольно интересно. И там задание. Зеркало Каркарыча. Так, дальше что у вас по списку? Так, помочь принесли, найти предметы для испытания, найти счётчику имени, найти тарелку. Мне тарелка нужна, тарелочнице, мама, найти. Так у тебя в чате полно их. Да нет их, блядь. Нормально. Баб-баб-баб. Смотри, крош идёт. Ить, ить, ить. Привет. Валера. 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 Ну, сказал, что нам нужна тыква для перешения в параллельный мир. Мы обязательно вернём её обратно. А контент его отнеглобируется в параллельный мир. Слышишь, Бэль, заткни рот свой, говно. Надеюсь, да по опуске спирма. А где можно взять тыкву? Сейчас вырастим. Секундочку. Есть контент. Большая тыква для испытания. А тарелку где взять? Ну, тыква понятна, а тарелка? Чувствую, урожай морковки в этом году превзойдёт все ожидания. Да, и не только морковки, но и огурчиков, и картошечки. А также тыквы. Мне тарелка нужна, тарелка шлица. Хочешь, называй меня пожилая Нюша. Ну, я могу покрасить, у меня краска есть. Ух, как крош наяривает морковку. Аж с хлюпаньем заглатывает. Прям как тогда Валеруа брал хуй батуа за щеку вместо недели стрима. А теперь, немного займёмся дизайном. Хуй надолбаю. Не понял. Можешь перестать щекать гайды и играть сильно. Я тебя не слышу. Всё, сделано. Спасибо. Так здорово. Розовые бантики у меня ещё есть. Пить. Она мне не дала бантики. А где? А вот. На тарелку где брать? Чё дальше? Подожди. Пантик на тарелку поменять надо? Да. А у кого её поменять? Блядь, у кого-то. Подожди. Мне чё, тарелку, чтобы брать? На хуй бантик. В смысле? Это не ему бантик. Ю-ху. Ю-ху. Где тарелку взять? Мне нужна тарелка. Тарелка жилца. А где тарелку взять? Ммм. И драву, и чизкий пресс. Тарелки в раковине проверим. Подо мной ждут тебя. Да что ты оборишь, блядь? У меня нет раковины. У меня посудобойка. Долбайка. Тьфу. На тебе, говно. Ах ты, яблочек. Да, сука. Сова. Ну вот, сова. Это что? Где у неё тарелка здесь? Какая тарелка сове? Ммм. Это ж сова-сова. Хорошая погода. Солнышко выглянуло совсем недавно. Ещё несколько часов назад. Была ужасная гроза. В такую погоду очень здорово бегать по улицам. А не сидеть дома. А я вот тоже не сижу дома. А, это ворон. Какая разница, блядь? И то летает, и то летает. Савуня, кары. Чучок, долбайка. Они оба пернатые. Это одно и то же. А, а вот это кто? Это лосяш. На хуй меня у меня жидко. Я еду? А где? Это ты, пернатый, долбайка. Сам ты в школе? Ну, как ты? Косолуня. А кто такой Солуня? Я тебе забыл, куда куда идти. Сюда по-моему. А, ну вот. Для того, чтобы попасть в домик, надо разбудить бараша. А, это бараша. Он мне нужен, наверное, мох. Сам ты дошкольник, блядь. Хоба! Это для серьезных людей, жмай, банька. Блядь, если ты завидуешь моему скилу здесь, это твои проблемы. Ты лох. О! Билл попросил нас принести ему большую тарелку. Может быть, у тебя такая найдется? Большая тарелка? Да, была где-то такая. Большая тарелка – полезная вещь. И когда варенье делаешь, и когда машиноперемещение чинишь. Большая тарелка – полезная вещь. Большая тарелка савуньи. В хозяйстве пригодится. Ну все, я все вообще, что нужно, нашел в Изи. Я игру прошел практически. Плюс в копилку, плюс одна пройденная игра. Мужик сказал, мужик сделал. Все. Пин, мы все нашли, как ты и говорил. Великолепно! Приступим к ремонту! Скоро мы все починим. Очень полезный для Пина предмет. Пин, поперло. Да? Хорошо. Пин, пин. Базар меч. Тыква! Будем использовать! Лосяш был рад, когда узнал, что его машиной перемешали. Я! И че? И че? А, чернила найти надо. Нужно идти чернила. К барашке идти надо. Так, Менюша, не нужно... Бараш. А, где он у нас? Сюда, что ли? Нет? Не погоди. Сука, я забываю, где он находится. Домик ежик. Ну, тут что? А, вот, нет. Домик ежика. Домик кроша. Что? Домик... Ну, сюда, знаете. Ну, возле не уши должен быть, да. Он, типа, ебет ее, по ебаю, и приходит бараш. Да? Или нет? Так, блять, это ебаная локация бессмысленная. Блядь, сюда нет? Хопа! Да ебаную мать, блять. Нахуй знает, куда идти, да, ну вообще, лох. Заткнись, скилка. Для того, чтобы попасть в домик, надо разбудить бараш. А, ну вот, а ну, я что-то думал, другой дом. Ух ты! Бараш точно должен проснуться. Бараш. Их сайт. Для пробного запуска отремонтированной машины перемещения понадобится чернила. Мои чернила? Крош и ежик скоро принесут высушенный бютик. Так, что дальше? Что за брайт? Блять, что делать? Усыпить бараш, это как сделать нужно? Какой дневник? А где был взять? Бараш, ты все еще спишь? Я не сплю. Я жду, когда ко мне придет вдохновение. А еще меня разбудил будильник. Пока он здесь, я не могу уснуть. Чувствую. Я не слышу шума воды в раковине. Он мне дал что-то понять? Я что-то не понял. Подожди. Подожди, блять. Что, типа будильник забрать? Так, это... Они его куда-то запугнули. Чувак. Усыпить его? Как, блять? На полу лесу дневник. Я не вижу ничего. Нету ничего. Нету. Правда, по-моему, они работают неправильно. И что это? Часы, и что? Это в смысле затупь, ебанько? Кроши-ежик. Скоро принесут высушенный дневник. Где его взять? Ой, по-моему, будильник сломался. Да, я проснулся от того, что на меня прокинулся стакан воды. И мой дневник промок. А во всем виноват будильник, который влетел ко мне в комнату через окно. Ты спишь со своим дневником? Да, так как ночью может присниться стихотворение. Но сейчас мой дневник... Дед, такой вопрос. Мне на четырке и на мойке залили предохранитель водой. Аварийка теперь не работает, и дворники сами срабатывали. Так вот, когда будет симулятор коллапрактолога. Заткнись. Кроши-ежик. Скоро принесут высушенный. А как им его сушить теперь, блин? У меня есть дневник, а как его посушить? Высуши. Каким хуем? Бернут на него, что ли? Ну, мне фен нужен какой-то. Вот, может, у Удюши. У меня фена нет. Ну, у меня нет фена. Я не знаю. Куда высушу, в смысле? На вешалке, на колконе. Чернила искать, мне нужно поменять дневник на чернила. Дурак. Там на веревке, это, вроде как у ежика есть сушилка. Да. Ой, да-да, у ежика. Точно. Домик Кроша. Нету Кроша, нету. Сюда. В вопросах сушки нужна аккуратность и терпение. Ю-ху! М-м-м. М-м-м. М-м-м, м-м. М-м-м, м-м, м-м. Ах! Ежик аккуратно повесил дневник на веревочку. М-м-м, м-м. Надо немного подождать, пока дневник бараша высушится на свежем морском воздухе. М-м-м. М-м-м. Дневник высох. Все стихи бараша остались в целости и сохранности. М-м-м. Дневник высушен. Наконец-то бараш получил свой дневник. Мы высушили твой дневник. Спасибо. Ля-ля-ля. Теперь бараш может спокойно уснуть. Сырить. Ха-ха-ха-ха-ха. Изи. Ну все. Теперь точно попрет. Что там у меня? У-у-у. Все. Финально. Пацаки фиксируйте, сейчас будет финал. Да, бля, тут человеку, сука, за тридцатку. Он играет в эту игру, знаете. Сапирос. Все по списку. Тыква, чернила и банки. Хорошо. Приступаем к эксперименту. Проходите внутрь машинные перемещения. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну, сейчас попрет. Пойдите. Машина перемещения работает. Надо провести экспериментальное перемещение. Ага. Прежде чем использовать подчиненную машину перемещения, надо провести эксперимент с каким-нибудь большим и круглым предметом. Угу. С моим яйцом. Смешарики это дети и колобка, который сбежал в лес и жил половой жизнью с разными животными. Нам не показывают родителей героев, потому что они генетические мутанты. Не правда. Ты не правда говоришь. Угу. Так. Угу. Не понял я. Блядь. И что? Куда? Как? Куда садить-то? Отлично. Скоро можно будет провести испытание машины. Идет мужик по мосту, видит баба, прыгают вниз. В смысле? Хотел спасти, но не успел. Спускается к ней вниз, оглядывается. Ночи никого нет. Раздел выебал, потом палец в жопу засунул и слезал говно. Сво. И чё? И чё дальше? Чё заправишься? Следующей игрой на прохождение при этом приключении домовенка кузинь. Надо нарисовать черненький рот. Послужной список пройдённых игр. Если мы раскрасим тык, то жители других поверенных странах не будут напуганы её вне. Привет. Прошу тебя, помоги. У меня очень тяжёлая ситуация. Ты моя последняя надежда. Ёжик боится испачкаться. И его последнее желание было увидеть, как ты проходишь симулятор коллапрактолога. Ёжик боится испачкаться. Крош талантливо разукрасил тыкву. Очень талантливый. Крош уже разукрашивал тыкву. О боже, блядь. Дебилы, а. Ёжик аккуратно прикрепил бантик к тыкве. Ну что ж, всё готово для испытаний. Проверим. Ну, и чё? Ну, как дела? Шлемы. Это важная часть устройства перемещения, которое... Не, вы издеваетесь, что ли? Баньки. Сейчас попрём. Пинтик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Изи. Вывернулись. И потом кнопка случайно нажалась. Вот и всё. Новые приключения! Не, но тоже следующая часть. Пинтик. Изи, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. Боже, как я сильно это прошёл. Это просто, я не знаю. Горжусь тем, что я так сильно играю в игры. Матуре, сука. Кто я такой? Я геймер. Я профессиональный геймер. Действительно. Пора в следующую часть. Денис Кулешов. Пора, родной. Пора. Е ole. Ры-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы. Давай.